всем привет вы на канале наша жизнь в каролинах и куда ты так выразился а или ты это маскируешься ага вы такой зеленый и плоский лежите на газоне ваш не вас не от меня от тебя замаскируешься пожалуй тут тут даже если я сольюсь с полом меня это не спасет все равно хорошая шутка была это какой-то компания дрейк ворфол то есть дрейк они специализируются на одежде и всячески других при бомбасах для охоты рыбалки и прочих мужских и не только мужских развлечениях и соответственно это покупается естественно не только охотниками рыболовыми а всем кто хочет просто типа показать что он типа турист и в общем типа того куртки у них стоит недешево но вот такая легенькая флисовая ну тридцатник наверное будет стоить да но она мне встала на вес не больше трех долларов так что она прям буквально весит как рубашка легкая так что я поэтому решил взять размер экстра ланч до размер большой ну что что интересного ты на охотился за эту неделю немного было ты же был в этом в камуфляжные для охотников уела уела вот уела прям вот в самое сердце что типа то нарядился как охотник а чё наловил то да что у нас сегодня происходит в мире оле 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 может и не все знают что женские ну вот мы сейчас и расскажем женский чемпионат мира по футболу имеется ввиду по нормальному не по американскому а у нас тут как раз из этой темы нашлись бутсы легендарные бусы бутсы от адидас копа мундиаль по-моему написано это по испански кубок мира их выпустили в семьдесят восьмом семьдесят девятом к кубку мира в испании восемьдесят второго года а поэтому и назвали кубок мира по испански это легендарные бутсы официальные бутсы для рефери профессиональных профессиональных лиг то есть это прям фифа требует чтобы ну так по крайней мере я нашла такую информацию фига себе круто они сделаны из кожи кенгуру то есть пострадали кенгуру кожа кенгуру прочнее чем вся остальная другая кожа коров и так далее но с двадцать четвертого года они сказали адидас что все прекращают делать из этой кожи и приходит на обычные стандартные то есть лобби коров не лобби кенгуру победил лобби коров я так понимаю отзывы конечно что шикарные бутсы в плане того что они очень сконструированные благодаря еще кожи кенгуру под мяч они значит выпускали их долгое время вот в такой цветовой категории прямо скажем только потом стали делать белый с черным это в 2007 по моему вот и нет 2013 а к бразильскому чемпионату они выпустили цветные версии вообще цветные это в бразильскому который в рио в 14 до известные игроки в них играли у кстати список там ого-го я из так сказать из старичков мне сразу же запал ну дэвид бекхэм это не совсем старичок играл а этот зидан беккенбауэр беккенбауэр если бы франц беккенбауэр играл бы в чем-то еще они в adidas а ему был бы просто позор на всю его голову ты говорил марадонна вроде марадонна играл ничего себе то есть совершенно легендарные бутсы от adidas нам попались цена их новая 170 по моему да да что-то типа то уж на очень большой разброс разброс а в зависит наверное от состояния тут вот это дело в германии они все которые осмотрел наташ на ибре все сделаны в германии тут усиленная пятка у них еще да вот здесь вот она вот держит форму она не сказать чтобы твердая но усиленно сделано конечно да а кожа какая мягкая но прочная да и в общем эти с дефектом там отклеилась немножко я даже подклеивать не буду я рассчитываю вот за эти 49 30 на вес они стоили где-то 2 доллара два с половиной уникальный экземпляр до легендарный буты им посвящена целая статья в википедии да и вот я хочу сказать конечно здесь в америке все-таки adidas не так рулит как скажем nike или new balance но в мире футбола ну собственно ади дастлер один из так сказать остов основателя он правда на шиповке для бега но потом а так понимаю футбольник лица они делают то есть они все-таки в с большей историей чем эти новоиспеченные сравнительно nike уважают не самых продаваемых самый продаваемый бутсы вот эти пола или вообще адидас вот эти а вот эти купон купон мундиал ну по крайне в двухтысячных сейчас может что-то еще появилось и так сказать завершая футбольную тему как быстро мы начали завершили эти а сына купил и это видите вот так же как гольф вы бывают с реальными гольфами шипами и с такими пупырышками я бы сказал это такой как бы облегченный вариант по-моему для каких-то поверхностей или полей по-моему торфяные что ли которые вот к шипам очень чувствительны ну а ему играть что это было на вес что они стоили три доллара я так и серии пусть будут лишние потому что к лице мы капоним когда он играл причем он любительской в лиге играл непрофессионист не соревновательный к лице сколько у нас жили месяц-два не больше любые новые бушные неважно особенно если после дождя поиграть там шоу хана раз они фирмы называется браво не очень дорогие это сразу же покупал под него сандалии да как только был в магазине их и смотрю я я я я натюли новый да или почти но адидас навеял ну не ну не новый конечно а нет ни нового тяжелые и это зато по камням нужно ходить а чё в легких нельзя что ли вот каких вот я сейчас я сейчас покажу легкие можно очу такого но все равно нету как ты будешь чувствовать это только у меня такое печенье что это покрышка от студа беккера грузовика только сказал гад камаза вырезали из нее сделали помощь мы продавали это кинца то были шлепанцы из покрышки автомобильных бешеных денег каких-то стоили помнишь ну ты чё шлепанцы кин из покрышки и там что-то полтинник ушли бы у я вообще просто обалдел тяжелые 39 долларов вот такие ушли бы уж на и ну иначе бы я бы их не взял ну закончим спортивную тему раз уж мы так про спорт nike air max это женские размера 9 это сороковой я рассчитываю за них получить сороковник может быть сорок девять это магазин за шесть долларов до аэр мэкс насколько я знаю это вот классика что вот здесь вот вставка такая пружинища и она видна чтобы все видели что ты идешь что у тебя там под пятками воздух а это корона узнаешь по короне кто это леброн король баскетбола типа того леброн джеймс но леброн джеймс кстати nike патриотический да это именно патриотический 4 июля прошло а патриотические кроссовки остались видите тут все с флагом все расписные я просто там ух ты какой размер наташи скажи нашим зрителям я боюсь 12 по моему это где-то 46 там очень глубоко да похоже на то это магазине за 6 долларов но это нормально все равно я рассчитываю сороковник за них получить 39 может даже 49 опять же повторюсь леброновские найки бу не сильно но некоторые оригинальные нормально да красивые и состояние хорошие мари прямо ты обратите внимание вот эти вот стаки они как бы даже выделяются то есть пружинит когда-то прыгаешь на этом то есть это прям вот для баскетбола ну конечно купит их 90 процентов вероятность не в баскетбол играть а ходить на на тут круто чувак вот была спортивная часть нашей программы ну а теперь классика вот были чака и это заметно легче ну не каляка и зря я думаю что камушки здесь ты особо не почувствуешь хотел их найти чтобы сравнить это и к рецептор почти что как этот динозавр какой-то был рецептор какой-то там раптор или еще какой-то был вело какой-то раптор я всех вспомню австрал эпитек вот это магазине 6 долларов значит прибыли от него я ожидал от них сандалии ожидаю 39 от 39 до 29 а чё думаешь да не а вот именно эти сандалии во-первых а мужские б в хорошем состоянии и ц мужские поэтому нормально я говорю вот за этих трех комбинаций это может даже 39 стоить классные сандальки вот это конечно фирма которую я так регулярно костерю но сандалии кстати у тебя тоже эковские сандальки есть ты так их там мы сандалии как не часто носим но когда где-то там на отдыхе до сандальную тему продолжают аукай аукай и которые таким мягким одним движением руки превращаются из как его называют ботиночек в как их называют шлепанцы гениальное изобретение мне не удалось найти автора запатентована ли это или нет у нас такие сперри еще были не знаю мне кажется сложно запатентовать такую фигню бесполезно но кто придумал чтобы задник не стаптывался фантастика просто это охана название жанра это было в развес сколько это будет стоить хотелось бы 39 но 39 29 может в середине 34 тяжеловатые по-моему были полегче какие-то наташа волукая что самое главное волукая в принципе как и в любой другой обуви хорошее состояние волукая все уходят а у этих состояния но для алукаев отличные значит нет я к тому что у я мокриня походили такая большая ботиночная модель что называется ну легкие ну бук ну да не это не расфуфыренные фуфря а бегло скажем про вот эти кинсы мы уже такие показывали я их даже не проверял потому что точно такие же ну вот я неужели я похож на человека который вот эти чуни эти прощай я не знаю кто прощай моя родная деревня купит за 15 долларов нет конечно даже это было в развес естественно и соответственно он все 15 15 то есть они по 15 лет а потом да да и я-то знаю что эти чуни нормально уходят за 39 39 до 20 то есть от 40 до 30 конечно сейчас не сезон но на вес это значит где-то доллара 3 до 2 состояние состояние у тебя поэтому они и я ценись истерическое да 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 но это классно то есть это я я рассчитываю сороковник но я конечно могу рассчитывать я рассчитываю прожить сто лет на ну ты можешь рассчитывать но понятное дело а это у нас джонстон и мерфи классный бренд до ужасная это манная каша креп вообще-то кларксовский чаще всего попадаются но и других фирм тоже до тех самых держать держать чука муц на креповой подошве но видимо не они одни а значит я рассчитываю за них ну где-то 30 34 получить потому что это джонсон и мерфи замша и креп кстати легкие легкие да очень и состояние в общем нормале макоблук не сильно с ножом классные вы себе не представляете вот насколько прям как плюш замшевая вот эта вот поверхность прям ну чудо просто тут ткань тут кожа суперские прошивочка я уловил долю скепсиса нет 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 хороший хороший нет нет вот раз ты не уловил может а наташа так сказать нет вот здесь какой откуда не сказать чтобы я была в востоке а вот вот это что брукс брауз в таком состоянии ну состояние так себе я бы сказал просто прям ого-го разваливается разваливается да зачем я купил вот как ты думаешь вот зачем значит что-то в них там да такие в хорошем состоянии продаются 250 300 до это было на вес поэтому я их запущу например за 39 или типа того и буду принимать предложение это винтажный брукс браза сделаны в италии поэтому что-то они могут стоить несмотря даже вот на такую подошву видишь а вот здесь начало как она за и они резко что прям конкретно они просто 3 это морщины ну да ну но вы экспериментируете да вообще есть любители даже коллекционеры а старые обуви это будет как коллекционный экземпляр да и поэтому мы его запустим дорогое приняем предложение и их может право отреставрируют реставрируют и на них все равно можно в любом случае действительно уникальному уже упоминаю что брокс бразус это очень традиционная американская компания одна из первых компаний по производству мужской тогда еще одежда ты сказал 1800 да потому что я сейчас тоже про старую одну компанию расскажу пока оставайтесь даже если вы допили свой кофе чай сама оставайтесь будет интересная инфа вот это был как его называют магазин 6 долларов а найк найк да наташ вот как ты думаешь наташ вот сколько ну как я воздаю такие вопросы то конечно коварные конечно сколько это может стоить 40 ну я так рассчитываю под 100 это жорики такие это низкие джорданы он там его логотип я просто не задела они черные это да я тоже и такой типа как потертая что ли кожа такой вот как бы этот дестройт или еще что то и хотя это женские я рассчитываю да я рассчитываю в таком хорошем состоянии здесь я пройду спиртом они будут блестеть как мои коленки и рассчитываю где-нибудь проверяет на слово не верит рассчитываю 50 60 сложно очень предсказать наверное залужу по максимуму какие уникальные а там буду смотреть какая поклевка или предложение принимать женской категории очень сложно предсказать да да с женской может быть не настолько круто как хотелось бы это да вот это что это в принципе ничего сверхъестественного это тимберленд это был магазин но видите вот это так называемый мог то макосиновый носок это очень популярная для не знаю для работы для туристов кого бы то ни было это хороший тринадцатый сорок седьмой размер вот с тимберленами очень нетипичными если очень неоднозначно конечно нужно всегда смотреть а видимо кто-то купил походил куда-то сходили один раз или два пыль они стояли конечно валялись где туда эти подошву в идеальном состоянии буквально купили кто-то съездить видимо даже я если я купил за 6 долларов магазине даже есть их продам за 29 и это все равно нормальная отбивка я рассчитываю конечно 39 ну конечно тяжелое ну что самое интересное из этих трех пар обуви четырех на мой взгляд интересные начинать самого интересного нет я закончу лучше ты поймешь почему так что в зрители женские а то что и показывай сейчас я так уложу а я прочитаю кто это и это дэн пост дэн пост сделаны мексике ну рядом это женские женские недорого но они легкие и оригинальные видите пятнистые прямо суперски и какая-то про расшивочка то просто до вышивка просто прямо супер но кобойские ноги сделано мексике ну да я рассчитываю 40 кстати не тяжелые это джастин вот это я так и не нашел ничего не написано то ли это имитация ящерица то ли настоящий как по как правило помыта имитация рассчитываю недорого 39 или тип того размер 45 ты понимаешь вот какие то они типичные а правда то что вот здесь как ящерица да ну как то вот они меня не задевают если честно но но может быть может по найду такие сделано в америке то есть это винтаж это какой-то texas all american made и название такое очень простое техас сейчас я попробую показать но нашел такие ботинки цены на них разнятся в общем не сказать чтобы очень дорого но эти красивые во первых и я так думаю ну возьму кожи изнутри сделано в америке а потом сыну показал он говорит давай я себе оставлю иногда он порт одевать понтица все был развес так что они уходят остаются в семье хотел сказать уходят никуда не уходят никуда ну и вот теперь я расскажу про одну из самых старых обувных фирм америки флор шейм видите дубленая кожа это такие сапожки полу сапожки точнее фирма была основана аж в 1892 году сын с папой там в чикаго клепали ботинки потом эта фирма переходила из рук в руки купали википедии пишут что в 90-х годах не было мола в америке супермаркета где не было бы отдела флор шеймовских ботинок то есть они тут вот 90 до нулевых просто рулили а значит потом они в стираж вышли сейчас они продают сейчас они заново пытаются воссоздать свой имидж и вообще у них обувь не дешевая на в основном вот хорошие современные у них там новое 150 цены 130 то есть так вот на уровне джонстон мёрфи где-то вот вот такого же уровня колхан чем интересен этот бренд флор шейм у них был а была линейка назывался флор шейм империал имперский и в макосинчиках таких флор шейм империал танцевал майкл джексон вот со своим и по моему это был первый мега хит он был уже здесь но то что он прям взлетел как это били джин он именно танцевал вот-вот во флор шеймах да да и эти можете себе представить на аукционе потом когда эти ботинки продавались сколько они стоили что-то там конечно заоблачно естественно это как там не за гитара битлов или типа того а тебе вот нам попадались за всю нашу историю каким-то флор шейми прям дорогие как об тогда мы на распродаже то купили то с этим кардован по моему такие дубовые это ужас ему виду вообще тяжелые просто так каторжные колодки ушли они был хорошим одни были хорошим одни так более убитым хорошим ушли 250 по моему а в убитом ушли за 70 что ли или четки вот так если взял бы подойти подошел бы где-то в нибудь какой-нибудь гудвилле просто и мимо прошел бы и даже нет если вот не было бы опыта уже предыдущего не гудвилле как попались они были какой-то плесень или еще чем-то их так конечно же поняли естественно а я смотрю состояние хорошее оттер 70 или 80 долларов иди к папе а чайники вот такой интересный бренд конечно кожа и кстати современный фасон я открыл идентичный то есть они капитализируются сейчас я так понимаю или просто фасон такой как бы сказать вечный или капитализируется на лика на ретро а это кстати в развес где эти силы это ничего не написано я думаю что это американские да конечно ну смотри этот эмблема флоршемовская такая типичная старая прекрасно да однослойная кожа по-моему где-то добавлена прокладочка вот здесь сверху добавлено тут однослойные очень симпотные сапожки рассчитывалось сложно я точно таких не нашел 40 от 40 до 50 в этом состоянии наверно начнут с 50 и там в общем буду принимать предложение размер очень хороший 45 11 такой прям ходовой отлично поэтому ну что не залежать еще эдак и немножечко одежды и немножечко одежды до вадим сегодня притащил джейк риу вот такая жилеточка она не просто жилеточка а пуховая жилеточка да еще с этикеточка жилеточка вот на вид не скажешь что пуховая причем да ну 40 40 от 50 наверное две молнии можно железная то что новая как правило джейк рю эдди бауэр часто подают жилетки но они не ликвидные но новые я проверяю хотя фирмы очень хорошие о джейк рю очень хорошая фирма брючки банана репаблик очень такие симпатичные на самом вот я прям руках держу и не нарадуюсь я в себе такие прям сто процентов оставила но они к сожалению размер 0 даже я не могу на это претендовать то что хочет даже после операции они на не влезешь модель называется логан и конечно банан репаблик мы берем как правило только с бирками вот такая фактура и представляете это синтетика такая большим тем более ну 30 ник ну на вес было то есть для офиса просто идеально такая приятная синтетика плотная который так напоминает шерсть ну размер маленький ну будем надеяться на 30 до жаль флорен платье вадим нас по платьям сходил на удивление ну чё попалась хорошего то есть но я бы взяла такой до второй размер я тоже когда если я попался я взяла с этикеткой потому что написано рекомендуемый сна 125 но это они могут рекомендовать и там будет и там до потянешься это максимум ну так и поможет 40 даже 40 49 можете даже меньше ну на вес было сколько на доллар лорен и подобные бренды их много во первых попадается это шелк шерсть тогда можно рассчитывать на более-менее личную прибыль синтетика и размеры 2 я бы даже сказал реально 35 не сказать чтобы я была в восторге но мне лично очень симпатично это платье люблю полоску ну ты начнешь там не знаю 49 и посмотришь там можно конечно конечно народ любит торговаться да у меня буквально за двух долларов торговали представляете там ботинки меня веселье за 29 они там за 25 ягод 27 покупаю рынок и что ли не только виртуальный да да хоть копейку хоть это васенька еще 100 грамм ну что делать ничего spider крутой бренд но не все этого бренда дорого хоть бренд и крутой они в основном делают горнолыжные но это не строго говоря не горнолыжный сейчас я покажу горнолыжную куртейку а может и я померю потом а твой размер а мне еще что нравится с капюшоном смол и небольшая ты же не любишь черный и с капюшоном ну знаешь посмотрим а я померю тем более она дорого не будет ну 29 39 39 ночи 39 стоила на доллар 3 не больше сейчас там одежды практически 90 процентов гудвилла еще даже бины все поставили вдоль стен там где раньше коляски народ ставил еще бины и сплошняком гонят одежду вот последние где-то три дня это ужас какой-то такой барахло просто когда уж чем-то откопаешь маломальский стоящий прям брат не знаю как слова не дают сказать это знаменитый вот это горнолыжная куртка десенте что-то такое винтажные мы продавали продаем где в японии нет вьетнам ну это не винтаж уже конечно это не винтаж ценится особенно сделано в японии это медиум и я сыну показал он померил говорит оставлю себе наверное а вот что значит горнолыжная во-первых вот эта вот юбочка здесь на поясе застегивается это первый признак себя горнолыжной куртки и еще про духа вот здесь вот под мышкой брюки превращаются в элегантные шорты а то есть расстегиваешь если жарко стало стало холодно то есть когда спустился и на подъемник стоишь в очередь на подъемник потом едешь на подъемник это так застегнулся все это продумано это не то что прям вот они такие уникальные это десенты это у многих куртка такое я наблюдал вот очень хорошо сделано такие какие-то да и сзади такая сын конечно купил славня все что связано с рыбами на плече так сзади а вот он померил говорит да возьму себе оставлю причем рыба с горну на горну нужной куртки да хороший вопрос а модель называется диной чтобы это не было evolution of software в смысле имеется ввиду мягкой одежды и этот скелет рыбы он везде по по подкладке кстати идет это прикол майку исключительно приступил чтобы показать придется объяснить ну объясним чур был бы мой размер про носил бы не глядя просто то есть перевести можно как греби быстрее там уже играют и танцуют уже там скоро всех девчонок разберут типа того вот это я понимаю уже разобрали ну а если разобрали то то начало чего-то грести то есть там гребешь там а там уже там уже танцы начались ты из этой деревни в ту так и так что там давай греби быстрее там уже начали вот это классно там обожаю такой юмор ну к сожалению размер большой large поэтому носить не смогу это в донейшн в эти благотворительность нам то на вес была вообще 20 центов вот здесь электроники был базяха его выбросили потому что он диски не читает ставишь диска он так говорит не вижу в упор но все равно все работает и у него есть вход линейный у всех кстати босс они все себя утруждали линейным ходом типа того и так сойдет поэтому можно и все хочешь к ему подсоединить звук очень хороший радио включил послушал как звучит рассчитываю где-то в районе 30 35 то есть недорого звук отличный и два рюкзачка здесь уж поход так в поход да поход так поход это келти сейчас я покажу вот ты показывайся давай вот redwing 2900 по моему 2900 как-то связано с объемом вот а значит это туристический средний размерный я так понимаю то есть это не больше не большой но и не маленький бывает еще меньше вот он так в среднее состояние келти такой нормальный бренд я рассчитываю сороковник попробую конечно на местном рынке потому что это все упаковывать прямо скажем сомнительная радость и окли я уже показывал окли это тоже прикольный рюкзачок да это еще один окли к сожалению это кастомизированный какой-то вот hawaii к такой-то бол чего-то там широтон но окли все равно ценится тем более вот эти как бы тактические еще какие-то не знаю рюкзачки поэтому так бы то он без этой дурацкой вышивки в таком хорошем состоянии мог и 60 и 70 стоит ну рассчитываю наверное по из 50 буду предложение принимать это было знать можно кого-то будет и кул это было навес где-то доллар 4 5 он стоил да но так сбоку в общем вот это все было из одежды еще как показать прикол хотел это типа уж не принес пивная кружка мы здесь вот в воду можно лили то есть ты типа наливаешь пиво и качаешь скатер правда что тут качаться на тоже дачу да вообще-то мне принес чтобы я так это она и даже для меня в общем-то слабовато что-то просто профанация конечно профанация всего и пиво и качание и всего-то прикол знаешь это да это вот вот тот самый прикол который потом оказывается секонд-хендах то есть кто-то прикололся подарил невозможно же все сохранить все приколы у себя и люди сдали я честно купил чтобы он же легкой ничего не весила дает навес по моему было конечно не купил так три доллара не помню да наверно на вес вот думаю может так наташа заниматься но потом мне прицепил гантельки тоже в гудвилле и они пожалуй да потяжелее то есть сколько здесь два паунда а здесь хорошо если один будет ушел кололи же чтоб так разбинаться чуть-чуть ну вот и все всем пока пока спасибо за терпение и за поддержку до свидания всего доброго посмотрим сайте кто оставит комментарии про вот это кто до конца досмотрел это прикол будет